МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского. Судьи Мирамгульсал Кимбаева. В начале выпуска коротко о главном. В Асакаровском районе Новый Аким. Департамент статистики подсчитал среднемесячную зарплату карагандинцев. В Караганде почтили память погибших в авиакатастрофе на Синае. В Асакаровском районе Новый Аким. На пост главы района назначен 38-летний Кайрат Шайжанов, работавший директором строительной компании в Джезказгане. Кайрат Шайжанов закончил факультет строительства и юриспруденции. Трудовую деятельность начал в строительных фирмах на руководящих должностях. Успел поработать Акимом поселка Джезказган. Затем стал заместителем Акима города Сатпаев. В 2013 году возглавил департамент коммунального хозяйства. Глава области Нурмухамбет Абдибеков отметил, изначально согласовав с администрацией президента, было принято решение, что должность займет коренной житель Караганды. Аким Асакаровского района уже получил первое задание от главы региона. В этом экономическом расчете это увеличение грузоперевозок, это оживление или выход на новый уровень экономического сообщения, торгово-экономического между регионами, которые находятся в той этой трассе, это и является той основой, что вкладываются такие огромные финансовые средства. И вот это удача, или вот так географически удачно для вашего района, что именно через Асакаровку все это проходит. Этим надо будет по всей протяженности этой трассы пользоваться. Это на будущее закладывается мощный экономический стержень развития района, в том числе. Первый заместитель Акима области с рабочим визитом побывал в Шетском районе. В ходе поездки Асулбек Дюсибаев посетил ряд предприятий. Кроме того, чиновник проверил работу сельскохозяйственных объектов, которые в последние годы активно развивают свою продукцию. Первый заместитель Акима области посетил предприятие Щерубайсу, расположенное в селе Пикет Шетского района. Предприятие является одним из продуктивных сельхозпроизводителей со статусом семеноводческого хозяйства. Средняя урожайность одного гектара земли в год составляет 280-190 центнеров моркови, 14 центнеров пшеницы и 10 центнеров овса. Производство оснащено складскими помещениями для хранения вместимостью до 20 миллионов килограммов картофеля. В этом году запущена третья очередь. На следующий год планируем еще одну очередь запустить. Полный объем хранения будет 14 тысяч тонн картофеля. Сейчас на хранении 9 тысяч тонн картофеля. Следующим объектом посещения стал Крамцкварцит. Это предприятие работает на рынке Казахстана уже 21 год и занимается разработкой кварцитов Тектурмасского месторождения. Промышленными испытаниями была доказана пригодность этих кварцитов для персплавного производства и сделаем вывод о целесообразности совместной добычи светлых и светло-сургучных кварцитов. Так как показатели плавок этих природных разновидностей практически не отличаются, по технологическим данным выход товарной продукции составляет в среднем 56% в год. В 9 месяцах исполнение плана по доходной части бюджета 108,1%, то есть при плане 1,638,4 млн тенге, исполнение 1,775 млн тенге, то есть сверхплана поступило 132,1 млн тенге. В завершение рабочей поездки первый заместитель Акима области провел совещание об итогах социально-экономического развития за 9 месяцев. С местными чиновниками детально были рассмотрены проблемные вопросы. Пострадавшие от весенних паводков, жители Шетского района довольны оказанной помощью. Вот уже два месяца они живут в новых домах. Жизнь потихоньку налаживается. Жители благодарны властям и надеются, что паводок больше не повторится. Долгожительница из села Ахсуэль Укен Клышпекова вспоминает весенний паводок с волнением. 90-летняя бабушка благодарит чиновников и сельчан за оказанную помощь. В те дни, когда вода разрушила её дом, помогали все, говорит она. Предоставили кров, несли одежду. Её новый пятикомнатный дом построили за три месяца. В нём есть все удобства. Желаю всем здоровья. Спасибо за свою временную помощь. Спасибо властям, что они оставили в беде. Не смогла сдержать свою радость и жумагули Синкулова. Женщина вырастила шестерых детей. Вся семья зависела от выращиваемой скотины. А при паводках их положение оказалось тяжёлым. Вода разрушила сарай. Скотина осталась без крова. Хочу выразить благодарность государству и своим сельчанам. При весенних паводках была угроза, что снесёт весь мой дом. Нас перевезли на другую часть села. Однако чудом всё обошлось. Пострадал лишь скот и сарай. Его мне восстановили. Спасибо всем. В Шетском районе при весенних паводках пострадало более 10 домов. Со слов чиновников, всем семьям оказана помощь на 3 миллиона тенге. Сельчанам построили дома, дали денежную компенсацию. Мы справились с последствиями паводка благодаря сплочённости граждан. В наш район привозили гуманитарную помощь со всех регионов Казахстана. Сейчас ситуация в районе стабильная. Все пострадавшие получили помощь. Сейчас власти Шетского района занимаются укреплением плотин и дамб. Чиновники уверяют, весенние паводки не должны повториться. Аймамрина Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надёжный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Хотите провести время в непринуждённой обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор Серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан Серебро предоставляет 3 просторных VIP-зала, оснащённой бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год. Корпоративные вечера. Кафе-ресторан Серебро будет рад видеть вас по адресу Нуркен Абдирова, 12. В департаменте статистики подсчитали среднемесячную зарплату карагандинцев. Оказалось, что жители шахтерской столицы получают 112 тысяч тенге. А на продукты по тем же данным тратят около 16 тысяч. Сами же карагандинцы не согласны с приведенными суммами. С их слов, растущие с каждым днем цены на товары серьезно бьют по карманам. На еду и коммунальные услуги уходит около 70% зарплаты. А она у них едва достигает 70 тысяч. Найдите мне этого карагандинца, который за 16 тысяч тенге есть в месяц. Нет, девушка, нет такого. По информации сотрудников департамента статистики, самая высокая зарплата у работников промышленных предприятий. Их оклад составляет более 150 тысяч тенге. Получают такие суммы преимущественно в городе Сатпаев. А низкий доход у жителей Улытаусского района. Их средний заработный порог едва достигает 60 тысяч. Фонд заработной платы, общий фонд, и количество работников, которые получают этот фонд заработной платы, этот фонд делится на количество. То есть получается вот этот средний показатель. Вполне возможно, что может быть 30% от всего этого фонда получает один человек, а все остальные получают гораздо меньше. Ну, это такая методология расчета. Таким образом, опираясь на цифры, чиновники заявляют, что уровень жизни в Карагандинской области растет. При этом, со слов сотрудников департамента, роста заработной платы в регионе нет. А цены на продукты питания и другие товары дорожают с каждым днем. Также сотрудники департамента отметили подорожание макаронных изделий, мяса, хлеба и мучных изделий. Здесь рост цен достиг 6%. Из непродовольственных товаров резкий скачок наблюдается на одежду и обувь. Цены повысились сразу на 55%. При этом в регионе есть и безработные. Их количество составляет 35 тысяч человек. И это лишь результаты выборочного опроса. Согласны ли жители шахтерской столицы, с такой статистикой мы решили узнать лично. Пенсия небольшая. Сколько приблизительно? Приблизительно 35. 35. И вот сколько из этих денег уходит на продукты? С экономией. За все пока заплатишь. 25, не меньше. А то и не хватает. На пенсию 32. На продукты и на лекарства. Все в пенсии. Практически вся зарплата уходит на продукты и коммунальную сетку. У вас? У нас. Семья большая? Нет? Твое детей? Карагандинцы признают, что кризис и скачки доллара отражаются на их семейном бюджете. Многие из запрошенных не верят данным статистики. Надеются, что после Нового года хотя бы повысят зарплату. Аймаблина Олжас Габасов, Арман Нертаев, первый карагандинский. Карагандинцы почтили память погибших в авиакатастрофе. Жители шахтерской столицы возложили цветы и зажгли свечи на площади независимости. Вечер скорби провели и в городе Шахтинск. 31 октября лайнер Аэробуса А321, который летел из Шар-Мель-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находилось 224 человека. Жительница Караганды Стефания Фурсова знает, что такое потерять близких. Ее сын погиб в автокатастрофе, а после скончался муж. Узнав в новостях об этой трагедии, Стефания Емельяновна не могла сдержать слез. Это огромная утрата для всего мира, говорит Карагандинка. Это ужасная трагедия не только для России, но и для нас всех. Столько там молодежи. Ладно, мы-то уже такие прожили жизнь, и то жалко. А уже молодежи, это неописуемо. Это только, мне кажется, я так сегодня увидела столько народу, столько молодежи, столько детей, столько это. И думаю, господи, я думала, что только может человек, тот, который пережил горе, может так соболезновать. А оказывается, нет. По словам организатора, она не ожидала, что откликнется столько горожан. Несмотря на холодную погоду, люди собрались на площади независимости и около набережной центрального парка. Народ у нас оказалось такой, знаете, неравнодушный, небездушный. Очень много людей, которые скорбят по погибшим. И поэтому сегодня здесь только народу. Я очень рада, что у нас все-таки такие люди, небессердечные. Погибшие пассажиры – незнакомые и неблизкие люди для карагандинцев. Но все же такая утрата не дает покоя никому. Жители города благодарны организаторам за то, что проявили уважение к пассажирам самолета, почтили память и дали такую возможность другим. Я считаю, что это горе для всех, потому что столько народу, все хотели отдыхать, в основном все молодые. Это травм, я считаю, всемирный, потому что не дай бог никому такое пережить. Во многих городах мира 8 ноября почтили память пассажиров. В Санкт-Петербурге колокол Исаакиевского собора ударил 224 раза. В городе Кириши Ленинградской области, около дома, где жила семья погибших, возложили цветы и игрушки. Город Шахтинск тоже не остался в стороне. В память о пассажирах самолета А-321 жители зажгли свечи, принесли цветы и игрушки. На самом деле это огромное потрясение для всех нас, для России, для Казахстана, для всех братских народов. Египетские эксперты склоняются к версии о возможном взрыве бомбы на борту А-321. Крушение злополучного самолета стало крупнейшей катастрофой в истории российской и советской авиации. Карагандинцы не смогли остаться равнодушными к этой трагедии. Страшную авиакатастрофу запомнят надолго во всем мире. На девятый день после крушения жители города зажгли свечи в памяти погибших. Вкладываем в будущее. Депутаты Караганды активно поддерживают республиканскую акцию с одноименным названием. Нескольким детям, сиротам и ребятам из малообеспеченных семей депутаты наличные сбережения открыли депозиты. Чтобы в дальнейшем, если подростки не поступят в ВУЗы, по государственному гранту у них была возможность оплатить учебу в институте или колледже. На встрече народных избранников и их подопечных был и наш корреспондент. Молодец, расти. Вон тебе можно дом построить. Карагандинские предприниматели и депутаты городского масляхата решили инвестировать свои деньги в будущее страны. Акция под названием «Вкладываем в будущее» проходит по республике с прошлого года. Одним из инициаторов благого почина была Сара Назарбаева. Активным продвижением идеи занимается главный нарытановец Казахстана нашей лидер нации Нурсултан Назарбаев. К партийному проекту в рамках этой акции придумали название «Счастливое детство». За последние месяцы депутаты партии Цикарагандинского масляхата успели открыть накопительные счета нескольким подросткам, сиротам и ребятам из многодетных нуждающихся семей. Это позволит молодым нашим подопечным осуществить свои планы на будущее. Наверное, где-то мы поможем в своей части финансирования, обучения, каких-то других материальных затрат. В таком духе, что я думаю, это хорошее дело. Это что она дает? В перспективе сюда до окончания школы, для поступления, в случае, допустим, неполучения грантов, этот накопительный счет им позволяет получить образование. Также государство может, будет помогать от 5 до 7 процентов субсидирования при оплате обучения в высших органах или в среднем специальное образование, которое они хотят получить. Помощь детям, говорят народные избранники, это не только часть их предвыборной платформы, но и жизненная кредо. А сегодняшняя акция – это только начало совместного пути. Здесь, я так думаю, не только денежные взносы. То есть, когда мы ближе познакомимся с этими детьми, я так думаю, мы еще поймем, что необходимо этим детям надо. Здесь разные варианты есть жизненные, поэтому тут, я думаю, форму оказания помощи будем расширять. И, пользуясь случаем, хочу сразу сказать депутатам Харагандинского масляхада, выразить благодарность – это Ребята, обладатели сертификатов, хоть и учатся пока что в школе, но уже примерно представляют, чем бы хотели заниматься в будущем. В будущем стать фитнес-инструктором, так как я занималась спортом, многоборьем. Я хочу стать военным. Я занимаюсь боевым самбо в ОФСБ Трем-Алан. Спасибо за сертификат, мне очень приятно. Очень нравится профессия, нравится. Потому что у меня еще папа шахтер. Своих подопечных депутаты успели узнать немного ближе и выяснили, между ними уже есть много общего. А вы что играете в основном? Нет. Футбол? Ну, весь. Ну, как раз. Депозиты по государственно-образовательной накопительной системе открыли уже треть депутатов городского масляхата. Они считают, таких историй должно быть больше и обязательно с продолжением. Поэтому я призываю всех тех, которые, возможно, могут помочь, в данном случае, коммерсантам, бизнесменам, именно помочь тем детям, которые в наше будущее, оказать им посильную помощь, чтобы они получили образование. Это наше будущее. Из-за конфликта, который возник между городоначальником Сарани и владельцами котельных, страдают жители. Город должна была отапливать новая общегородская котельная, однако строительство ее до сих пор не закончено. Старый отопительный пункт с зиме и вовсе не готов. Региональная палата предпринимателей взялась разрешить этот спор. По итогам заседания было принято решение разобраться в этой ситуации с помощью дисциплинарного совета. В последние 8 лет город Сарань отапливали более 10 котельных. С текущего года жителям тепло планировало подавать общая городская котельная. Строительство здесь началось в 2012 году, однако работы завершатся не скоро. Часть бюджета была выделена на устранение последствий паводков. Из-за этого источник тепла работу начать не мог. Тем временем администрация города не проводила собрания. Кроме того, не сообщили планы по эксплуатации общегородской котельной. Соответственно, готовиться к отопительному сезону или нет, никто не знал. Возмущенные руководители котельных обратились в региональную палату предпринимателей. Котельные, которые ежегодно работали, они, можно сказать, до июля-июня месяца окончательно не знали, они будут топить весь отопительный сезон или первые два месяца. В этой связи они обратились в палату предпринимателей и комитет энергетики и ЖКХ палаты провел выездное заседание в июле месяце в городе Саране, куда были приглашены Аким города Саране, генеральный подрядчик, который строит новую котельную, чтобы дать, наконец, ответ предпринимателям. Город готовился к завершению строительства новой котельной, но она еще не закончена, а старые не успели вовремя подготовиться, так как их никто не предупреждал. Члены комитета теплоэнергетики долгое время обсуждали наболевшую тему, вспоминали прошлые встречи с представителями котельных и рассуждали о решении проблемного вопроса отопления. Когда я зашел в кабинет Акима города, я попросил, чтобы обязательно присутствовали члены комиссии, юристы, присутствовали шагеров. К моему удивлению, Аким города отказал в моей просьбе, категорично не принял их. Ну, понятно, комиссия же для чего ехала, для того, чтобы послушать не только одну сторону, не только шагеров послушать, но и мнение Акима города Саране. Председатель комитета энергетики и ЖКХ региональной палаты предпринимателей предложил присутствующим несколько вариантов решения проблемы. Члены комитета намерены обратиться с проблемой в дисциплинарный совет. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Карагандинская копилка вновь пополнилась новыми наградами. На этот раз карагандинские танцевальные коллективы Айала и Жулдос одержали победу в республиканском танцевальном конкурсе «Куншуак». Республиканский конкурс «Куншуак» проводится уже не первый год. Ежегодно в нем принимают участие таланты всей республики. Программа мероприятия не перестает удивлять. Количество новых номеров. Дети со всех окраин страны приезжают не только показать себя, но и посмотреть на других. Там не только была хореография, там была инструментальная музыка, театры мод были. Была хореография, был народный вокал. И галоконцерт были выбраны самые лучшие номера. Основная возрастная категория – дети от 10 до 13 лет принимали участие. Одни дети выступали в народной номинации, другие выступали в эстрадной. Вот в средней группе народной номинации ансамбль Жулдос занял гран-при, а Айала заняли в средней категории эстрадной номинации. Мероприятие было рассчитано на 4 дня. Первые 3 дня участники проходили нелегкие этапы, где награждались в различных номинациях. Но главное торжество состоялось в последний день. В сопровождении красочного гала-концерта были выявлены лучшие из лучших. От лица жюри прозвучали строгие замечания в адрес конкурсантов, но в целом все остались довольны. Карагантинским командам есть к чему стремиться и над чем поработать. Руководители уверяют, что гран-при – это вовсе не предел. Мы очень готовились, у нас было очень много эмоций. Мы волновались, репетировали и все-таки заняли его. Несмотря на усердные тренировки и бесконечные репетиции, наши участники успели и насладиться красотами Южной столицы. Величие гор и масштабы города не переставляли удивлять и радовать детей. Эмоций и заряда энергии хватит теперь, чтобы идти в новый путь за большими победами, уверяют участники. У нас уже слушали! Футбольный клуб «Шахтер» проиграл Кокщетаускому «Окжетпесу». 1-0. С таким счетом закончился 32-й заключительный тур чемпионата Республики Казахстан. Таким образом «Окжетпес» занял седьмое место в чемпионате, а «Шахтер» остался на десятом в турнирной таблице. Чемпионом стала «Астана». Последняя игра чемпионата Казахстана закончилась для команды «Шахтер» неудачно. Претендовавшие на седьмое место горники не смогли одержать победу над Кокщетауским «Окжетпесом». Карагандинцы из-за травм были вынуждены сделать две замены еще до перерыва. Да, происходит такое. Я уверен, что Иван Цветкович на это не рассчитывал и не шел в подкат. Оборону Кокщетауцев пытались пробить Айбар Нурбеков, Роман Муртазаев и Деслей Убинг. Но хозяева поля не дали шансов на победу. Забили гол на 62-й минуте. Его автором стал капитан «Окжетпеса» Алибек Булешев. На этом чемпионат Казахстана завершен. Чемпионский титул во второй раз подряд завоевала Астана. Она вновь сыграет в Лиге чемпионов. В Лиге Европы сыграют занявшие второе, третье и четвертые места Кайрат Актубей и Орда Басы. Премьер-лигу покидает Казлардинский Кайсар. Его место займет Уральский Акжаик. Аймамлина Арман Нартаев – первый карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сауголинстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова